Добрый день, уважаемые коллеги! Объявляю 53-ю конференцию стратегии творчества открытой. Сверхкраткая история, под разными названиями, в разных форматах, в том числе в очном. Это мероприятие проводится мной с 1984 года. Насколько я понимаю, у нас в чате есть люди, которые родились немножко позже этого срока. Соответственно, последние годы по разным причинам, в том числе связанным с ковидом, она проводится в онлайн-формате. В онлайн-формате имеет свой формат, извините, имеет свои преимущества, имеет свои недостатки. Понятно, что нам очень хотелось бы возобновить эту конференцию в очном формате, потому что ничего лучшего для общения людей, которые занимаются каким-то одним делом, в общем-то, честно говоря, не существует. По нашим правилам проекта «Викенд», соответственно, на конференции заканчивается предыдущий сезон, который идет обычно у нас полгода, такой сезон 16-й, 16-й сезон, и открывается 17-й сезон. То есть уже сегодня можно задавать вопросы на онлайн-консультацию, которая имеет номер 330. Сколько я замечу, что для умных людей, когда консультация имеет номер 330, больше ничего говорить не нужно. Нужно просто выдержать 330 консультаций. Если человек не очень умный, соответственно, он находит ближайших умных людей. Если это не очень умный мужчина, ближайшую умную женщину спрашивают, что означает, когда у меня мероприятие номер 330. Ну и умная женщина объясняет не очень умному мужчине, что это означает. Так вот эта консультация начинается 21-й, пройдет вечером, в воскресенье, 21-го января, начало в 19-59. Она, по моим ценностям, она полностью бесплатна. На сегодняшний день это единственное место в русскоязычном пространстве, включая Академию наук, МГУ, СПБГУ и другие университеты, где вы можете получить квалифицированный ответ по более чем 400 направлениям творческой и научной деятельности. Вопросы можно задавать уже сегодня. Кто-то что-то не понял, кто-то что-то у нас впервые. Вы видите мои контактные данные. Соответственно, по этим контактным данным можно задавать вопрос уже сегодня. Как задать вопрос и так далее. Чем сложнее ваши вопросы, тем они лучше, они развивают всех. Соответственно, далее у нас пойдут в новом сезоне онлайн-лекции, которые тоже бесплатны, запятая, при условии, если человек выполняет еженедельные домашние задания. Почему такое требование? Мы пытались делать курсы без выполнения домашних заданий. Сегодня об этом будет несколько акцентов. К сожалению, усвоение материала не происходит. Без домашних заданий усвоение курса не происходит. Поэтому, соответственно, открывается 17-й сезон. И я прошу показать модераторам наши правила. Соответственно, у нас есть очень разные люди, гости, участники, которые посетят нашу конференцию. Соответственно, конференция идет по правилам видеоканала «Викенд». Соответственно, они публиковались. Все показывают, что русская интеллигенция, как правило, не очень считая то, что ей рекомендовано. Это же русская интеллигенция, правильно? Поэтому, соответственно, здесь очень важно поакцентировать. Первое. То, что делается на проекте «Викенд» и в соответствующих других родственных проектах, учеников, оно связано с занятием дел. На ютубе и так далее, и так далее, и так далее. Этот проект не для развлечения. Далее, специально для мужчин в голову. И не для вашего самоутверждения, уважаемые мужчины. Девушки понимают это с первого раза. Мужчины понимают после того, как их забанят. Мужчины ставят в некую международную очередь, с просьбой взять их обратно. Вот мужчины обучаются, к сожалению, через унижение. Желательно, после этого они начинают что-то понимать. Поэтому я все-таки надеюсь, что у нас умные мужчины, которые учатся у умных женщин. В данном случае можно учиться у женщин, которые понимают с первого раза, а не после БАНа. Пункт один. Итак, первое. Мы занимаемся очень непростым и очень новым делом. То есть методиками креатива, развитием личности, развитие результативных, это очень важно, результативных, креативных команд, имеющих результаты. Соответственно, обращение у нас, даже со школьниками, даже со студентами, у нас есть докладчики, студенты и так далее, исключительно на вы и по имени, отчеству. Даже если в вашей семье такого никогда отродясь не было. Значит, учитесь хорошим, что я могу вам сказать. Далее. Мудрагатор есть права. Если человек не выполняет наши правила с первого раза, без предупреждений БАН, и деньги вам не возвращаются. Но это, правда, не возврат денег, ведет к вашему поумнению. Я уже ожидаю благодарности в чате за это. Поэтому у нас есть многообразные формы поумнения, в том числе. Соответственно, еще и еще раз, у нас неразвлекательное мероприятие, и мы занимаемся довольно непростым делом. Непростым делом, по крайней мере, оно кажется непростым. Если выполнять рекомендации, то, в принципе, в это дело можно войти в течение несколько месяцев, научиться, по крайней мере, ориентироваться. Соответственно, проект уникальный, и на этом, формально говоря, открытие закончено. Если есть какие-то вопросы, соответственно, модераторы сейчас там не их зачитают. В таком случае переходим к первому докладу, который будет психологически некомфортен. Итак, вы видите еще одно наше правило. Когда у нас появляется красавец Жабен, вот как бы в докладе Татьяны Викторовны Киркаловой вы увидите его жену, вы поймете, что это его жена. Подержу немножко интригу, не буду говорить, как вы это поймете. Это означает, что это зона рисков. То есть Жабен Робеспьерович, соответственно, он вылазит в Питере из канала Грибоедова напротив полка ОМОНа. Он там живет как бы вместе с своей женой, которую вы тоже увидите. И он вылезает в зоне риска. То есть появился Жабен, это означает, что вещь пойдет и к каких-то, в общем-то, рисках и неприятных вещах. Вот, соответственно, в новом сезоне, который начнется, ну, фактически он начнется ближе к февралю 2024 года, у нас будет небольшой спецкурс, который, в принципе, был начат где-то в 2004 году, было накоплено довольно много материалов, но никак его было никуда не вставить. И рабочее название курса – жизненные сценарии, сценарии жизни, варианты судьбы, стратегии творчества, стратегии личности и так далее, и так далее. Дело в том, что есть несколько процентов людей, которые, вероятно, это связано с генетикой, но это не более чем гипотеза, так или иначе, значит, эти сценарии очень ярко проявляются. В ряде случаев, в ряде случаев это проявляется, как бы, например, у основателей религий, чем таких фундаментальных основных религий. То есть можно сказать, что это, наверное, проявляется в плюс, мировые религии существуют веками, и, наверное, это какое-то благо, какое-то благо, хотя я сам это есть. Часто это проявляется, в частности, у интеллигенции эти жизненные сценарии проявляются негативно. Повторяю, это касается некоторых процентов людей, но это чрезвычайно критично. Опыт показал, что ни высшее образование, ни научная степень на эти жизненные сценарии почти не влияют. И, соответственно, скажем, необходимо эти жизненные сценарии знать, чтобы более оптимально взаимодействовать с самим собой, с родственниками, с учениками, последствиями. Поэтому, как бы, вот этот доклад, как бы, он психологически некомфортный, и он посвящен нескольким людям, которые со смаком, с треском завалили доклад, свои доклады на 53-ю конференцию. То есть такой отрицательный эпиграф. Ну, давайте посмотрим эпиграф, конвертированный. Итак, как бы, Иван Александрович Хлистаков, как бы, ревизор Гоголь. То, что он говорил, вот, тоже посвящается людям, завалившим свой доклад. Мы их не будем называть, как бы, мы будем позорить оптом сразу же, как бы, да. Теперь давайте немножко гашу темп, давайте посмотрим следующий слайд, и здесь можно будет поговорить, как бы, да. Соответственно, понимание конференции исключительно в рамках проекта Weekend. Ну, насколько я знаю, ученики примерно так же понимают конференцию. Итак, значит, пункт один. Как минимум, это минимальная планка. Максимальную планку, учитывая тематику доклада, я пока не показываю. Кого интересует, мы это видео опубликуем уже в январе. Я спрашиваю, под ним отвечу. Соответственно, как бы, это исключение типовых ошибок. К сожалению, как бы, я не знаю, кто на Западе, соответственно, но вот на русскоязычном пространстве, которое довольно велико, сложилась такая практика, что в вузовских учебниках фактически, к сожалению, нет перечисления типовых ошибок, типовых рисков, которые делаются в разных профессиях, к сожалению. Либо они очень заваливаются. Поэтому, соответственно, как бы, у нас хорошим тоном считается предупреждать коллег о некоторых типовых ошибках, которые либо не опубликованы, либо, может быть, опубликованы, новогосейны по безумному количеству источников. Поэтому, соответственно, вот, ну, о них хорошо бы знать. Второй момент. Очень хорошо бы делиться некоторыми, не просто, как я делаю. Как я делаю, это, пожалуйста, любую педагогическую конференцию, где, значит, педагоги этим делятся. У нас планка немножко повыше. Ну, как минимум, хорошо бы делиться лучшими практиками. Есть и другие этажи, на которых мы уже потихонечку, так скажем, мы их щекотим, но пока мы не сделаем. Ну, например, этаж парадигмы, пока мы этим не занимаемся. Далее такая вот, как бы, очень странная вещь. Написано, что вот конференция принципиально недемократична. Да. Ответственно, я постараюсь изложить, почему именно так. И это, опять-таки, не блажь и не какой-то жизненный сценарий, который, как бы, толкает на демократию. Соответственно, стандартный вариант, который мы отсекли, когда есть преподаватель Муза, который честно-честно предупреждает меня, что Игорь Анадович, я считаю этот курс 20 лет. Соответственно, человек опытный, автор многих учебников, методических указаний и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, выпускаешь на конференцию, и у преподавателя Муза вшит формат вообще полтора часа. То есть полтора часа лекция, полтора часа семинар и так далее. И, соответственно, человек начинает, только-только разогнался, сделал вступление в лекции, где модератор, как бы, в данном случае, ну, ведущий модератор конференции Леонид Швикенчев, как бы, говорит, приходите к выводам, 20 минут стекло. И, соответственно, профессор, доцент начинает бегать, бегать, еще раз, профессор, доцент начинает бегать, бегать, потому что он только разогнался. Вот поэтому, допустим, у нас такое недемократическое, совершенно недемократичное требование. Соответственно, просто-напросто нужна репетиция, минимум одна, если вы очень хорошо подготовлены, чтобы просто-напросто чувствовали формат. Есть другие, есть другие, как бы, ошибки, которые делают очень опытные люди, авторов учебников и так далее. Поэтому недемократично. Как понимается, конференция, и это, скажем, для тех, кто у нас впервые, возможно, будет неожиданно. Опять-таки, у нас некоторые слайды. С XIX века ученые заимствовали у Римской каталлической церкви идею соборов и стали называть это дело конференциями. Вот очень интересный момент, в Академии наук об этом не знают. Ну, в МГУ тоже не знают, в СПГУ тоже не знают, но надо понимать их реальный интеллектуальный уровень. Соответственно, ученые делаются без ссылок, но это же настоящие ученые. Зачем ссылаться на Римскую каталлическую церковь? Потому что я не верующий. Второй момент. Конференция – это некоторый над-индивидуальный. Кто хочет правильно законспектировать слово над-индивидуальный, пишется через «ы», можете меня проверить. Над-индивидуальный элемент насилия. Над кем? Ну, если есть сильный научный руководитель. Насилие над учениками, последователями, аспирантами и так далее, которые вынуждают несколько раз в год принимать участие в конференциях, писать доклады и так далее, и так далее, и так далее. Раньше, сейчас этого нету, сейчас поймете почему, в НИИ, академических НИИ в первую очередь, соответственно, в коридорах, перед разными отделами висели такие вот подслеповатые факты, факсы, углоны факсов подслеповатые, как правило, на английском языке, с приглашением международной конференции. Ну, сейчас люди вышли на электронную почту, на какие-то мессенджеры и так далее, вот это делается уже без факсов. Так вот, действительно, существуют единичные люди, которые реализуют такой жизненный сценарий, остановиться, оглянуться, когда я не хочу, но я вынужден делать какую-то работу к сроку, потому что у конференции есть дедлайн. И еще раз, как бы, это не от, как бы, ну, что ли, не от ума конференции проводится, а от нервной почвы с тем, чтобы просто, наоборот, людей держать в Питере, в Москве, люди десятилетиями считают невинным студентам, в том числе у нас студенты будут сегодня выступать, какие-то косы, и вообще годами вообще ничего не меняется. Годами ничего не меняется. Соответственно, да, спасибо, пришли к следующему слайду и так далее. Соответственно, есть нитки самоотек. Самоотек мы проводим конференции с 1984 года, и, соответственно, люди нам присылают свои какие-то материалы, то, что они называют докладами. К сожалению, вот сейчас очень такой, как бы, жесткий вариант, я уже, в принципе, рассказал, но повторю еще раз, он будет неприятен. Соответственно, профессор, доцент, кандидат наук, доктор наук, сделать кондиционный доклад без помощи арт-комитета не в состоянии. Где? В Москве, в Санкт-Петербурге. Я очень хорошо знаю, о чем говорю, поскольку на конференциях посмотрел тысячи людей. Что раз, тысячи людей, да, в сущной состепени, да. Соответственно, вот типовые ошибки умных людей с высшим образованием, хотя для участия в нашей конференции высшее образование не обязательно, не обязательно, повторяю, важно дело, вот, как бы, которое они делают. Я прокомментирую, поскольку это очень важно, для уже майской конференции, которую запланировано. Первое, все, что идет из самоотеков, 100%, это либо мелкотемья, либо мелкотемья, либо, соответственно, это какое-то собрание банальности, к сожалению, 100%. То есть как раз вот для того, чтобы это не было бы мелкотением, не было бы ерундой и просто, значит, поливанием, как бы, ну, просто вообще не... Соответственно, нужна то, что называется научная либо методическая школа. Соответственно, у нас, те, кто хочет, в январе может узнать, у нас на онлайн-неркусе «Викенд» уже предложено в районе 1600 тем для разработки от бизнеса до методологии науки, и таких списков нету, сбитая в Академии наук, МГРУ, СПБГРУ, ну и так далее. Ну, просто нам, опять-таки, можно спросить умную женщину, что означает 1600 тем, которые максимально для русскоязычного пространства. Второе, как бы, ну, пункт второй, люди пытаются заигрывать с аудиторией, пытаются, как бы, как правило, преувеличивать свои возможности. Пункт второй написан на экране, надеюсь, вы его почитали. Соответственно, как бы, третье, как бы, люди считают, что, как бы, конференция нужна для того, чтобы совместно выпить водки. Некоторые даже на конференции, они уже начинают разминаться, другие после конференции. У нас это исключено, у нас это исключено. Ну, соответственно, второй момент, который люди пытаются сделать, что мы будем самопиариться, и московские коллеги постоянно жалуются, поскольку они хотят выступать с качественными докладами на конференции, нам предлагают за пунктом один заплатить от 50 до 300 тысяч наличными, далее им дается 15 минут, и рассказывайте все, что хотите. К вопросу о качестве, реальном качестве московских конференций, реальных качеств, да? Соответственно, четвертое, четвертое, подмена примеров задачи размышлезной. Сегодня в докладах вы услышите, по крайней мере, кто внимательно будет слышать, я прошу докладчиков это проакцентировать, вы услышите, что в наших докладчиках есть свои картотеки, либо по более модному базы данных, которые включают сотни, иногда тысячи примеров. У меня там, ну, уже хорошо, там, за сотни тысяч примеров. У меня, я о себе, да? Но я этим занимаюсь с 1979 года, да? Соответственно, просто-напросто собирать примеры, анализировать ошибки. Людям скучно, поэтому они пытаются какими-то размышлезными подменить. Если вы не знаете, что это такое, но выйдите на улицу, посмотрите первых десять людей, разглядяя точка руб, с гарантией будет. Первые десяти человек, любых, которые вы встретите в любом городе на русскоязычном пространстве. В общем, разглядяясь, то есть еще такой более хитрый секрет. Если очень корректно ссылаться на первоисточники, то львиная доля работ у людей с научными степенями, соответственно, сводится к нулю, потому что непонятно, а что сделал человек с научной степенью. У людей просто с высшим образованием, я даже не говорю, это общая зараза. Ну, соответственно, осылаться не к правилу человека, который, зная, что делает халтурный доклад, жизни в нем нет. Человек пытается листить мне, чтобы просто не выпал публично. Есть такой жанр, он редкий, но чрезвычайно полезный для установления правильных жизненных семинаров, публичная интеллектуальная опорка. Я делаю это умело, на человека мне нужно три минуты, пусть любой человек с любыми понтами понимает свое место в культурно-историческом развитии. Точка рум. Боясь публичной полки, человек начинает портки. Человек льстит мне, льстит другим докладчикам, участникам конференции и так далее. И вот есть такая очень серая форма разложения без какой-либо жизни в докладе. У нас такая жизнь и есть, потому что мы занимаемся, главный секрет, мы занимаемся не любимым занятием русской интеллигенции, интеллектуальным анонизмом. Еще раз для тех, кто конспективный, любимое занятие русской интеллигенции, русскоязычной интеллигенции, интеллектуальный анонизм. То есть результатов нет, но страшно хочется изобразить. Если у вас есть возражение, доклад на стол. Мы понимаем возражение в виде докладов. Доклад на стол, пожалуйста. И, соответственно, скажем, в седьмое проходит доклад. Есть трехголовые выводы. Трехголовые выводы – это все такое вы услышите в конце каждого доклада. Кто, допустим, не разберет, не поймет или хочет побыстрее спросить, посылайте мне письмо, все мои данные и так далее проведены. И, соответственно, переходим еще к некоторым неприятным моментам, которые, повторяю, у нас доклад посвящен разгильдяям, которые не в состоянии были сделать доклад. И, соответственно, проводя конференции с 1984 года, примерно по 1985 год, вот примерно мои трудозатраты изображены синей линией. В наших стандартах то, что изображено, как правило, синим, ну, жабеным, если мы не стали показывать, чтобы не затемнять график, соответственно, это означает зона риска. Вот, соответственно, все происходит очень спокойно, до дедлайна. Дедлайн – некая смертельная линия, то есть вот срок вполне необязательства. Соответственно, и где-то именно с 1984 года до 2015 года, то есть докладчики начинают оживать в день, когда уже нужно все сдать. Соответственно, как бы, вот только в этот день начинают, как правило, это происходит недельки за две до конференции, иногда за неделю до конференции. И, соответственно, я исходил из порочственной, соответственно, мысли, что все доклады перед докладчиками и участниками надо снять. Соответственно, докладчикам нужно помогать, наплевать на свой доклад, наплевать на недосып и так далее, и так далее, в последний момент. Это, соответственно, чрезвычайно благородно. Это украшает, как бы, мою биографию. Вот, а конференции надо проводить либо бесплатно, либо за 500 рублей, либо за 1000 рублей, за 1000 рублей на Невском. На Невском цены за конференцию, за одного человека, там ниже 15 тысяч, 15-30 тысяч нету. То есть единственный человек в городе, который мог делать за 500, за 1000, по-моему, пару конференций было за 1500 на Невском, в том числе для иногородних, в очистенном формате, это был Легач Викентьев. Соответственно, вот примерно в 2015 году, даже раньше, несколько групп учеников, это были ученики, ученики пишутся с большой буквы, это было несколько групп независимых. Стали говорить, что Игорь Леонардович, вы понимаете, что, как бы, вот, а не надо бесплатно людям, вот не надо, это, да, очень благородно, очень красиво, мы даже согласны вам помогать, но вообще русская интеллигенция, она не в состоянии это оценить, не в состоянии это оценить. И, соответственно, как бы, ну, если я отмечивался, ну, надо сказать, что ученики меня додавили, ученики оказались умнее, и, соответственно, как бы, я сделал такой эксперимент, соответственно, когда просто-напросто в течение года на своих очных лекциях, которые проходили тоже, ну, фактически на Невском проспекте, там, метров 150 от Невского проспекта, библиотеки имени Маяковска, в течение года, питерской интеллигенции, а, соответственно, не только питерской, потому что на мои лекции, как бы приезжали люди из Латвии, как правило, первый ряд, это люди приезжали из Москвы, на поезде, ну, библиотека Маяковска, Ваневске, недалеко, московский вокзал, ну, и так далее, и так далее. Были уникальные случаи, когда люди прилетали из Швеции на лекцию бесплатную, соответственно, люди прилетали из Нью-Йорка, соответственно, в 2014 году мне позвонили от премьера Азара Украины, и сказали, Игорь Леонидович, у нас на Украине бардак, соответственно, нужна ваша голова. Ну, как бы, премьера Украины Азарова Константеева, мой ученик, и, соответственно, на что я ответил, у меня бесплатная лекция, бесплатная лекция библиотеки Маяковского, поэтому, как бы, вот, ну, Украина подождет, как бы. Сейчас я могу смело сказать, смело сказать, что мое прибытие в Киев, учитывая большую степень бардака в Украине, было бы бесполезно, но это стало понятно сейчас уже. Но, тем не менее, вот, ценность лекции. Так вот, в конце каждой лекции, причем, как бы, ученики меня атаковали, тоже говорили, Игорь Леонидович, так нельзя делать. Я говорю, что я занимаюсь уникальным домом, творческие личности, творческие коллективы, методики креатива, и вы можете бесплатно с помощью репоста мне помочь. Соответственно, опыт показал. Сейчас очень важный момент, прошу записать, кто у нас впервые, что один процент, один процент, менее одного процента русскоязычной интеллигенции в состоянии сделать репост. Поэтому они в состоянии просить денег в долг, без желания отдать эти деньги. Они в состоянии получать многочасовые бесплатные экзотации. Они в состоянии русской интеллигенции бесплатно получать книги на солидную сумму, а сделать репост в состоянии менее одного процента русскоязычной интеллигенции. Если у вас есть возражение, что русская интеллигенция, ну, пожалуйста, при этом не надо путать лайк и репост, я очень хорошо знаю разницу, и вы знаете разницу между лайком и репостом, все знают, поэтому ученики меня переубедили. Следующий слайд, пожалуйста. Большое спасибо ученикам. И сейчас график сделан такой более берегущей моей силы, потому что моей силы, в отличие от принципа Советского Союза, надо помогать отстающим. Напоминаю некую фразу, которая интеллигентных женщин коробит, но я ее все равно скажу, соответственно, будем надеяться, что женщины не только такие тургеневские, очень чуткие, но еще и умные, и они потом это перескажут мужчинам, что мужчины с первого раза это не понимают. Есть фраза уничтожившего, падающего толкни. Фраза жуткая, женщина страшно начинает сразу же переживать, а вы подумайте, вот у человека жизненная сцена, есть человек не хочет работать. Сколько? Годами, напитая, десятилетиями, не хочет работать. А нужно ли просто на него, исходя из догм Советского Союза, тратить силы, помогать отстающим, троечникам, тащить, вот, и так далее, и так далее. Нет. Соответственно, сейчас реализуется принцип, то есть, соответственно, есть какие-то концентрации, то есть, раз, раз, в месяц, это третья неделя, третье воскресенье, точнее, вечером, абсолютно бесплатно для русскоязычных людей, для русскоязычных людей, пожалуйста, вам доступно бесплатно, как крупнейшая, скорее всего, в мире, как-то отсек по творческим линиям, гением, творческим коллективам, методикам креатива, раз в месяц. Иногда, вот, побольше вы видите такую пирамидку, она, соответственно, доступна при работе с докладчиком. А зачем просто на пустах, да, кто-то хочет, может написать свое дискуссионное мнение, а зачем работать с двоечниками и троечниками по жизни, вот, собственно, на пустах. О качестве русской интеллигенции. Поэтому, соответственно, правила игры несколько изменились и так далее, и так далее, и так далее. Теперь смотрим следующий слайд, следующий слайд для умных, для умных и с правильными жизненными сценариями, да. Соответственно, вот, есть несколько ошибок, которые делают люди, как бы, и так далее. Соответственно, как готовить, как готовить доклад. Вот, соответственно, вот, вы видите видео, оно полностью открытое, его можно найти, значит. Плюс к видео, сегодня не смотрел, честно, не смотрел. Вчера под этим видео, можете мне проверить, было 344 комментарии. Соответственно, возможно, в новом году я попрошу кого-нибудь из опытных участников, соответственно, несколько дней читать эти комментарии, и потом написать несколько серий статей для дзен, как нужно готовить доклад. Там всё очень детально расписано. Соответственно, как бы, учитывая, что это очень важно, и то, что сейчас видео формируется, будет рекомендовано в новом году, я постараюсь перечислить конспективно с птичьего полёта, что там сказано. Там сказано следующее. То есть, если вы хотите сделать доклад, очень желательно, как бы, посоветоваться с Викентием. Почему? Потому что, повторяю, то, что идёт из самотёка, либо мелочёвка, либо банальности. Вот сама тема желательно, если вы выходите первый раз на доклад, как бы, вот, взять у нас, взять у нас. Как бы, это обсуждаем, начиная с декабря. Вот, начиная со вторника, послезавтра, можно обсуждать уже ВКонтакте. Второй момент. Нужно сделать, скорее всего, в почтовой программе, либо в ОРДе, как бы, интуитивно понятное оглавление. То есть, просто название интуитивное оглавление. Как это сделать, в этом видео есть. То есть, вы читаете просто название файлов, и вам понятно, как они сделаны, как бы, да. Далее, соответственно, туда очень хорошо заносить какие-то примеры. Более того, какие-то примеры, особенно новичкам, несколько штук, там, из книг, из интернета, может быть, даже иногда ВКонтакте, какая-то забавная картинка или что-то еще, я посылаю, как бы, да. Обязательно указывать источник. Вот, соответственно, если у вас эти файлы становятся длинными, становятся длинными, то, пожалуйста, сделайте на их, наверное, 2-3 прокрутки, то есть, ну, не более, там, 3-х, ну, максимум 5-ти страниц. Зачем вы воспитываете девушку-интуицию на вашу докладшему? Если вы правильно воспитываете девушку-интуицию, то, оказывается, через месяц, то все только вокруг, радио, телевизионные, знакомые, родственники только и говорят о вашем докладе, то у вас, в общем, какая-то, ну, небольшая такая доминантская, может быть, стереотип, смиралась и так далее. Такое, соответственно, есть, у нас были ухры и есть ухры, которые, соответственно, не слышат, что нужно завести несколько файлов и, соответственно, там, дробить файлы на 3, 4, 5 страничек с тем, чтобы интуитивно были понятны, а потом уже, потом уже соединить их в ленту, тем, чтобы воспитывать интуицию, которые, соответственно, полностью запутавшись, посылают мне 50-70 страниц в арде либо в гугл-облаке, рекорд в районе 200 страниц. Прочитать это даже невозможно, то есть это какая-то такая шизовка, то есть это вперемешку, то, что я говорю на лекциях, то, что я говорю на скайп-консультациях, причем, как бы, учитывая, что рекомендовано ставить ссылки, человек, естественно, их не ставит, потому что ухры. Соответственно, вот, элементарная рекомендация – не введите одним файлом. Вот оказалось, что какое-то количество людей не в состоянии, просто клинически не в состоянии выполнить эту рекомендацию, да. Она проверялась, эта рекомендация, с 1984 года. Соответственно, пункт 2, то есть я иногда ставлю недемократично, волевым способом, не спрашивая ничего согласия докладчиков, правильную ссылку, если эту ссылку забыл докладчик наш, просто на слайд ставлю и все, как бы, да. Но, тем не менее, я никогда не настаиваю тем, чтобы мои примеры были в окончательной версии доклада. Но я настаиваю на том, что если человек, только начиная свою работу, выходит на промежуточные репетиции, соответственно, человек не в состоянии, тоже у нас такие ухры, не в состоянии присланные примеры поставить, как бы, вот в промежуточную версию доклада. Человек не в состоянии перенести пример с высшим образованием, с научной степенью, пример, посланный ВКонтакте, как правило, просто в доклад, по теме, по теме, вот не в состоянии, да, соответственно, скажем. Ну, начинаем думать про свои жизненные сценарии, прости свои, ну, кто сейчас в чате, кто сейчас в чате, вот, уже думаем, уже думаем, как бы, тогда уже думаем, как бы, да, и так далее, как бы, да. Соответственно, очень плохой пункт третий, соответственно, как бы, человек присылает доклад, в котором безумное количество ошибок грамматических, то есть, ну, вы знаете, и почтовые программы, если вы ведете там, как бы, и редактор ВООД, ну, и так далее, вот, ошибки подчеркивают. Вот, соответственно, если там просто, наоборот, весь доклад, как бы, в ошибках, то человек не понимает, что доклад не для меня. Мне, честно говоря, ваши доклады не нужны, извините, я их придумаю. Вот очень важная мысль, она чрезвычайно обидная для глупых. Мне доклады не нужны. Доклады делаются для людей, для вашего развития, для вашего развития. В другой момент у человека просто-напросто горизонтальные интервалы, там, 5-10 горизонтальных интервалов и так далее. Человек просто-напросто не понимает, не понимает, вообще даже не думая, что кто-то будет читать его доклад, кто-то будет читать его доклад, к сожалению. Так это очень негативный признак, что доклады не будут вообще не ориентированы на людей. Ну, такой жизненный сценарий, что на людей не ориентирован. Соответственно, как бы, это некий плохой признак. Соответственно, пункт четвертый, ну, учитывая, что, как бы, я сказал делать обязательно ссылку сразу, обязательно все данные со ссылками, соответственно, невыполнение рекомендации комитета, просто систематическое невыполнение и так далее. По всей простоте, ну, повторяю, есть такие люди, которые, ну, вот просто-напросто не в состоянии. Ну, и, соответственно, верх, то есть верх такой каскадный номер, который допускают некоторые люди. Соответственно, вот сейчас я очень мягок, то есть я говорю, пожалуйста, будущие докладчики, начиная со вторника, выходите на связь ВКонтакте и так далее, и так далее. Я не буду мягок с теми же самыми докладчиками по поводу тех же самых докладок в марте. В марте есть обязательные репетиции, и по, соответственно, показанному графику, они привязаны жестко к определенной дате. Как правило, это суббота, воскресенье, необходимо выйти и необходимо показать доклад. То есть, соответственно, вот путать декабрьские, январские обсуждения, когда это идет индивидуально, в удобное для вас время и так далее, и так далее. Я подстроюсь, я подстроюсь под докладчиками, то есть, как бы, ну, очень важно это его стартовать, как бы, да? И нельзя путать то, что происходит в марте, в апреле, когда явка на скайп-консультацию обязательна. Поэтому еще и еще раз. Соответственно, у нас есть тысяча примерно 600 тем, чуть-чуть поменьше. В феврале мы это добьем до 1600. У нас есть примерно там 40-50. Если тема очень актуальная, то мы увеличиваем. Это очень просто делается. Примерно до 70 человек, которые готовы помогать по вашему докладу, вот, как бы, при условии, если вы работаете. Если вы работаете. То есть, это означает, что вы, как минимум, несколько раз в неделю смотрите вот эти коротенькие файлики, соответственно, и самое новое, самое интересное, самое лучшее размещаете именно сверху файла, а не снизу. Ну, потом просто склеиваете эту в единую ленту, и, в принципе, крепкий черновик доклада у вас возникает. Здесь возникает, как бы, некая исследовательская тема. Кто хочет, может сделать. Мне бы хотелось, чтобы я сделал уже к Салу Берджасаров, но он выбирает сам. Он уже имеет право выбирать сам, как бы, да, он заслужил. Условно говоря, почему на ровном месте, как бы, люди не в состоянии, не в состоянии выполнить рекомендации, проверенные десятилетиями. Почему, почему и так далее. Делается путем прямого, нелицеприятного опроса. Естественно, в финальном докладе фамилии, имя не указываются, просто указывается аноним. Порядковый номер этой темы – 1563. Следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, некий вопрос, как бы, от нашего участника. Я никогда не зачитываю вопросы, вычитывая этих слов. С вами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ответ у нас был раз 20 уже в онлайн-курсе, но он настолько важен, что не грех повторить его в начале сезона, потому что вот это все, это видео, которое сейчас формируется, оно будет как бы первым, ну, публиковано в декабре, ну, в крайнем случае, в январе. Вот, соответственно, люди, люди, с одной стороны, очень разные. То есть, есть, как бы, криминалистика. У нас есть в чате криминалист, значит, научной степенью, Сергей Михайлович Храмов, как бы, можно запросить, и, как бы, любой криминалист, он скажет, что есть действительно уникальные, популярные узоры на пальцах, которые там, ну, какими-то там, одна миллиардная или даже выше повторяются, радужка глаз, и в определенном смысле с криминалистической точки зрения все люди уникальны, оставляют уникальные следы. Соответственно, окажут. Но это не означает, что все люди уникальны, хотя это такая распространенная педагогическая, психологическая глупость. Как только люди начинают действовать, мы сейчас переходим в область неприятного, но чрезвычайно полезного, люди, и мужчины, и женщины делают одинаковые ошибки. Поэтому тут же мужчины и женщины, мы говорим, что они уникальны, но они делают одинаковые ошибки. То есть все ошибки, которые делают люди, которые не сделали докладе, при моей помощи, при желании помочь порядка 40 человек, помочь вам, как бы, да, они совершенно одинаковые, они даже не дотягивают до 10. То есть наши разгильдяи даже были не в состоянии сделать 10 ошибок, даже 10 не в состоянии. Им хватило гораздо меньшего количества ошибок для этого, для этого, да. Соответственно, как только люди начинают действовать, и мужчины, и женщины, при разговорах об уникальности, они делают одинаковые ошибки. Соответственно, умные люди эти ошибки собирают, собирают, обобщают, и иногда это называется список контрольных вопросов, называется чек-листы, но как бы главный секрет чек-листа, как бы его нужно выполнять, его нужно выполнять. То есть есть список, как нужно вести, делать доклады, соответственно, не надо им пренебрегать, не надо им пренебрегать и так далее. Соответственно, в новом сезоне, у кого плохие жизненные сценарии, Жаксалык Бегжасаров, как бы, соответственно, Андрей Валерьевич Толмачев и Алексей Александрович Самойлов согласились с ним помогать. То есть, соответственно, со стоющими, я просто не работаю, и принципиально, то есть совок закончился, сегодня закончился совок. Я не вкладываю свои силы в отстающих. То есть, если кто-то хочет написать философское эссе, зачем нужно вкладывать в отстающие, и к этому говорят, я жду, как бы, я жду, хочу посмеяться на Новый год. Доставьте удовольствие, пожалуйста. Напишите мне такое. Зачем в отстающие вкладывать? Зачем, как бы, да? Поэтому три человека согласились не помочь. Бесплатно, естественно, бесплатно и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, очень печальная вещь, как только уникальные люди начинают действовать, они делают одинаковые ошибки. Как правило, базовых 10-15. Негативный признак человека с плохим жизненным сценарием, и мужчин, и женщин, не в состоянии реагировать на предупреждение. То есть, на предупреждение «я», «я» красненьким, это означает множественное число в данном контексте делом. Поэтому, соответственно, мы опубликуем этот доклад. Его можно воспринимать, как бы, пессимистично, пессимистично. Вот, его разумнее воспринимать оптимистично. То есть, вам готовы помогать, вам готовы помогать, запятая, если вы осознаете качество этой помощи, куда вы попали, ну, и вы работаете. Подсказка, которой не сказал Ленин, работать надо ежедневно. Привет Владимир Ильичу. На этом мой доклад почти закончен. Осталось две штуки, которые увеличат ваш оптимизм. У нас есть продукты, как бы, два из них бесплатные, как бы, один из них платный, но очень хороший. Давайте покажем еще один слайд. А, извините, извините. Еще оптимистичный слайд. Почитайте. Комментарии здесь не нужно. Но очень подходит под наш проект. Вот. Не читайте, естественно, читайте сами. Ну и, соответственно, далее переходим. Соответственно, вот и сделано с помощью издательства «Левые зоны». Соответственно, колоссальная благодарность Александру Олеговичу Романову из-за тех людей, которые провалили свои доклады, соответственно, он сделал относительно мало слайдов, всего лишь 247, 247, и поэтому не вознесся. То есть, в предыдущий разы он возносился, потому что слайдов было много больше, то есть, сделать слайды сотнями, это как бы колоссальный, колоссальный труд, колоссальный труд, как бы, да. Вот. Большое спасибо и техническую поддержку тоже «Левые зоны», как бы, соответственно, Анатолий Александрович и Рыжачков. Так вот, с помощью «Левые зоны» сделаны и две книжки. Они электронные, и они бесплатные, как бы. Вопрос не очень умнойщиков в чате. Игорь Ильич, они совсем бесплатные, да, они совсем бесплатные, как бы. А что нужно? Нужно скачать. Если вы не очень понимаете, откуда скачать, как скачать, напишите мне письмо. Лучше ВКонтакте. Лучше ВКонтакте. Соответственно, как только я дойду до машины, у меня контакт на другой машине, извините, как бы, соответственно, я вам вышлю эти ссылки, как скачать, что скачать и так далее. Соответственно, как бы, не думайте, откажитесь от такой мечты русского взглядяя почитать эти две книжки за один час. Нет, это чтение для января и так далее. Там есть что читать, много-много-много. И еще можно читать, вам показали предыдущие, 344 слайда, как нормально сделать свой доклад. 344, извините, комментарии на YouTube. Второй продукт выпущен очень небольшим тиражом, но очень хороший, очень удобный. Давайте. Он платный, он платный. Соответственно, вышла книжка, она довольно толстая, там, за 500 страниц. Стоит она, по-моему, чуть меньше 2000 рублей. Соответственно, ну, кто интересуется, ты, пожалуйста. Кто-то что-то не понял, как заказать, куда писать, напишите мне вконтакте, сегодня же я пришлю в редакцию. Итак, соответственно, напоминаю еще раз, уже с сегодняшнего дня принимаются вопросы на принципиально бесплатную онлайн-консультацию, которая пройдет в воскресенье, воскресенье, 21 января. Идет она, а, бесплатно, начинается в 19.59. Для ответов на ваши вопросы используется крупнейшая, скорее всего, в мире, но в Европе точно, база данных по творческим личностям, по развитию коллективов, по стратегиям личностям, по методикам креатива, по Трисну и так далее, и так далее, и так далее. Ответ на почему это бесплатно, это единственное место в языческом пространстве, где вас по темам творчества, креатива, науки не обманут. Кто хочет, пожалуйста. Если вы вынуждены, иногда в некоторых вопросах вынуждены поделиться негативным опытом, соответственно, у нас есть режим аноним, то есть я знаю, как вас зовут, но никогда это не просачивается в мои ответы и так далее, и так далее. Соответственно, примерно 25% вопросов уже есть, но когда люди проснутся 20 января, то, мягко говоря, время будет уже поздно. На этом я закончил свой доклад. Уважаемый модератор, есть ли вопросы в чате? Соответственно, мы переходим к основному телу конференции. Соответственно, у кого есть вопросы, готовьте его, как чувствуете, что докладчик переходит в благодарность, тем и к выводам, готовьте вопросы в чате, мы их будем зачитывать и транслировать. Соответственно, все вам доброго, хорошей конференции. Соответственно, уважаемые коллеги, мы с вами работаем, ну, фактически с 11 часов, значит, соответственно, сейчас уже 18 часов по московскому времени. Соответственно, точно так же мы очень кратко открывались. Соответственно, то же самое, как бы, и необходимо закрыть конференцию. Несколько важных тезисов, еще несколько минут, и мы заканчиваем работу. Значит, первый важный тезис, что сегодня докладчики делали очень большое количество различных предложений, предложений, поэтому эти предложения действуют и как и сегодня, и когда будет опубликована видеозапись докладчика. Соответственно, кому очень важно и срочно что-то, кто-то не понял, можете пересылать ваши данные мне. Можете попостить, можете найти меня в ВКонтакте, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вот срочно, то желательно сегодня. Почему сегодня я постараюсь объяснить? У меня довольно напряженный график. Соответственно, если вы мне напишите письмо где-нибудь числа 14 января, такое письмо точно будет написано, то у вас выступала женщина, рассказывала про интересное, какой ее адрес. Вот, не написано на какой конференции, не написана тематика выступления, не написано даже одоленную фамилии женщина, то, соответственно, 14 января это письмо будет отправлено в корзину, то есть, после будет отправлено в корзину. Поэтому все вопросы, пока я помню, что когда было, соответственно, значит, пожалуйста, будут сделаны. Соответственно, скорее всего, во вторник, то есть не завтра, во вторник наступающий, все докладчики получат закрытое Google облако, где просьба указать неделю, месяц и неделю, когда стоит опубликовать их видео. Соответственно, когда видео как бы выходит, там есть данные докладчикам, соответственно, если есть вопросы, то, соответственно, уже все зрители имеют право писать докладчику напрямую и так далее. Если вещь касается некого сложного вопроса, который докладчикам, как вы считаете, уважаемые зрители, не были освещены, у меня просьба этот вопрос продублировать, прислать копию мне, потому что будет еще 54-я конференция и через мае, и, соответственно, через год 55-я, то есть 55-я юбилейная, то есть ваши вопросы, они складываются в отдельный файл, их посматриваем, их иногда обсуждаем с докладчиками, то есть ваши вопросы, сложные вопросы, соответственно, будут учтены. Соответственно, докладчики делали ряд каких-то предложений, некоторые коммерческие, некоторые научные, соответственно, у меня просьба не зевать, не зевать, потому что Жак-Салык очень точно наметил момент, что если вы не занимаетесь на уникальном онлайн-курсике, то вы начинаете как-то где-то проседать, отставать и так далее. Когда же есть еженедельное высокоинтеллектуальное общение, уникальное в стране, которого нет в Академии наук, которого нет в СИУСе, которого нет в МГРУ, СПБГРУ и в других, как бы, ГРУ, как бы, скажем так, то, соответственно, вы просто проседаете и так далее. Вот, соответственно, пожалуйста, следующий слайд. Соответственно, вот будет опубликовано на видеоканале, на YouTube-канале, соответственно, скорее всего, как бы, открытие и закрытие конференции, вот это вот, будет опубликовано, скорее всего, даже до Нового года, в крайнем случае, в начале января, ну, с тем, чтобы вы могли бы принять решение, быть ли вам, например, докладчиком в мае. Соответственно, мой совет, как бы, если вы хотите интеллектуально развиваться, то есть, можете просить, независимо от меня, каждого докладчика, вам, каждый докладчик подтвердит, что, как бы, работа по докладу очень сильно развивает человека как личность, как личность, очень сильно развивает. Соответственно, следующий скачок, о котором же, ксалок, скромно очень говорю, когда вы делаете конференцию по своему направлению, это развивает еще больше. Но до этого надо дорасти, то есть, сделать конференцию, как бы, не сделав ни одного доклада, это несколько промечиво. Соответственно, мы помогаем, то есть, главный секрет, мы помогаем, мы помогаем с темой, мы технически помогаем, мы вычитываем, даем замечания по содержанию, по форме и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, главный секрет работы у нас, начиная от старшеквачников, у нас были доклады старшеквачников, сегодня вы видели несколько докладов студентов, либо молодых специалистов, и они тоже у нас сегодня были. Да, главный секрет – работа, работа и работа, ваша работа. То есть темы, оформление, содержание вам помогают, но если вы не работаете, причем как бы рекомендации проверены десятилетиями, ну, соответственно, ничего не получается. Поэтому, соответственно, в декабре, начиная со вторника, со мной, желательно ВКонтакте, самая удобная коммуникация, ВКонтакте у меня постоянно включен, эти темы обсуждаются, ну, например, по скайпу, что-то в этом роде, как бы, и так далее, и так далее. Соответственно, когда уже доклады обсуждаются, утверждаются доклады, то есть финальные репетиции, это март, потому что вы видите, что, как бы, следующая конференция у нас будет 19 мая, сейчас увидим, так скажем, да, тем не менее, нужно время на верстку, это не мгновенно, и так далее, и так далее. Допустим, в марте все очень жестко, то есть в те скайп-консультации, они жестко обязательные, они делаются по-доброму, мягко, там, церемонно и так далее, вот, но быть обязательно, быть обязательно. Соответственно, у нас, как бы, выделяется гвардия пока из трех человек, то есть, ну, я наблюдаю эффекты, что не в коня корм, докладчиков корм, то есть у нас появилась гвардия, то есть я с этим человеком больше не работаю, то есть совок закончился, с этим человеком работает гвардия, но если совсем не в коня корм, то до свидания, вот, если человек найдет все силы и справится, то, соответственно, у него есть шансы войти на конференцию в мае, ну, или, допустим, там, Татьяне Викторовне к Иркалу, и, пожалуйста, к Солыку и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, следующий слайд. Вот вы видите, нет, извините, это сбивка, извините. Итак, у нас онлайн-консультация номер 330, то есть такой 30-330 пройдет вечером в воскресенье, 21 января в 19.59. Соответственно, по стандартам моего курса, соответственно, раз в месяц для всех живающих, кто работает на русском языке, периодически из Абридских Эмиратов мне присылают запросы на английском языке, на английском языке, нет, у нас основной и единственный язык общения русский, соответственно, сообщения из Абридских Эмиратов на английском языке, на эту конференцию отправляются в мусор. Вот поэтому на русском языке любой живающий может получить бесплатный ответ. Какая есть тонкость? Соответственно, почти всегда, в январе 100% будет задан вопрос 20 января, то есть каким-то умником. Скорее всего, это будет мужчина, и, скорее всего, из Москвы, скорее всего. Соответственно, умником для Москвы имени 20 января. Соответственно, мы можем сверстать довольно большое количество слайдов за ночь между 20-го и 21-го, но мы этого делать не будем. Соответственно, вот сейчас где-то есть четверть вопросов, соответственно, до Нового года будет уже точно треть вопросов, и, соответственно, на январские онлайн-консультации первые открывающие сезон, как правило, бывает перебор. То есть если вы начинаете прислать эти вопросы даже числа 15-го, 14-го января, после как бы новогоднего запоя, то, соответственно, эти вопросы автоматически переносятся на марта, может быть, на апрель, потому что такие онлайн-консультации идут у нас ежемесячно, один раз. Поэтому, кто хочет получить гарантированный ответ, мой совет не задать вопросы, соответственно, уже в декабре. Соответственно, адрес рядом с Бельчоном, это Бельчон, видите, такой очень интеллектуальный хулиган, Бельчон, как бы, да, вот, очень любопытный. Вот здесь и задаются. Чем сложнее ваши вопросы, тем лучше. Идеально, если вы задаете 3-4 вопроса, тогда, ну, мне, как ни странно, легче. То есть я, может быть, буду отвечать в разных местах, но мне легче, я глубже понимаю. Вопросы в стиле, как бы, а что такое творчество и так далее, вот, как бы, говорит о том, что вам полезно будет сделать докладец у нас. Хочешь еще поумнеете, будете задавать более конкретно. Соответственно, существует режим аноним. То есть вы рассказываете о некоторых ошибках ваших, ваших близких, знакомых, начальству и так далее. Для этого существует режим аноним. Поэтому, повторяю, вещь полностью открытая. Соответственно, уже сегодня, завтра, и вообще, в идеале, до Нового года такие вопросы задать. То есть как только я получаю вопрос, соответственно, я раскладываю их по кучкам, объединяю, чтобы, соответственно, в одном блоке были более-менее однородные вопросы. То есть здесь по детишкам, здесь по студентам, здесь по творческим коллективам. В отличие от лекций, это совершенно бесплатно, и на сегодняшний день это единственное место в стране, где вы можете получить квалифицированный ответ на ваш вопрос, ссылка на литературу и так далее, на видео и так далее. Соответственно, онлайн-лекции в новом сезоне начнутся чуть-чуть попозже, об этом будут объявления, но, как бы, они тоже бесплатные, если вы делаете домашние задания. Домашние задания проверены, в принципе, их делают старшеклассники, в принципе, они доступны студентам. Если домашние задания не делаются, то есть курсы бесполезны, вы осваиваете несколько модных терминов, абсолютно не понимая, о чём вы говорите. К сожалению, опыт ТРИС, нескольких тысяч неглупых людей, я в ТРИС довольно давно, то есть, мягко говоря, 79-го года, поэтому очень хорошо знаю, о чём говорю. Поэтому ещё и ещё раз, кто хочет задавать вопросы, пожалуйста, в режиме аноним, не в режиме аноним, можете сделать за несколько подходов. Ещё и ещё раз, мне желательно получать даже по одной теме три-четыре вопроса, я глубже вас понимаю, поэтому есть такое правило, которое может не понравиться, но я сделал его специально, я никогда не запрашиваю, раньше запрашиваю, сейчас перестал дополнительную информацию. То есть, вы должны позаботиться о том, чтобы ваш вопрос был непонятен. Это ваша проблема, а не моя проблема. Я запрашиваю дополнительную информацию, когда делаю платные консультации. Платные консультации. Дорого. Дорого. Вот и так далее. Теперь последний слайд нашей конференции. И так, соответственно, 19 мая. Кто хочет быть докладчиком, нужно просыпаться не в апреле, не в марте, даже не в феврале, уже поздно. Нужно просыпаться до Нового года. Соответственно, как же, либо в январе. Идеальный вариант – не почта. Почта бывает, а подглючивает, что-то ещё. Желательно, самое простое – ВКонтакте. У меня он включён почти что всё время. Если я мгновенно ВКонтакте не ответил, значит, ну, я просто технически могу отойти, как и любой человек, и так далее. В ВКонтакте я отвечаю довольно быстро. Довольно быстро. Соответственно, нет ли каких-то вопросов, уважаемый модератор, мне, как руководителю комитета? Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу. Но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо. Недавно Ютуб сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, а иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да? Соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счёта. Тот счёт, который Яндекс.Маня или Юмани, как он называется, он напрямую идёт на видео, как бы, да? Сто процентов. Так далее. Ну, идёмте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас это небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орёт, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому ещё и ещё раз. На этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которой нет на сайте СПБГРУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, ещё и ещё раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему. Это развивает. Продолжение следует...